Народ, привет! Как вы все знаете, 11 февраля прошла презентация Galaxy Unpacked в Сан-Франциско, и весь мир за этим наблюдал, отдавая свои восхищенные взгляды компании Samsung. Но люди не жадные на восхищенные взгляды, поэтому ровно через два дня наше внимание захватила компания Xiaomi, которая провела свою презентацию и дала нам также некоторые эмоции, представив свой новый флагманский смартфон и еще кое-что. А если вы не наблюдали за ней в прямом эфире, да и вообще не любите тратить на это свое время, у вас есть я, который расскажет вам вкратце про все те продукты, которые были продемонстрированы 13 февраля у Xiaomi. Что ж, мы этого дождались, народ, и не надо говорить, что вы не ждали новых флагманов от компании Xiaomi. Все мы так или иначе следим и ждем чего-то нового от них. Да и они не сидят на месте, а так как мы видели уже много инсайдов, живых видео и фото, слитых в сеть, мы не ожидали увидеть что-то кардинально новое, а лишь хотели, чтобы известные слухи подтвердились. И действительно, в той или иной степени они подтвердились, ведь компания Xiaomi представила весьма солидный смартфон в своей ценовой категории. Итак, начнем по порядку. Мы ждали два устройства, обычный Mi 10 и немного усиленный Mi 10 Pro, и мы получили два устройства. Оба девайса получили одинаковый внешний вид, стеклянные корпуса и изогнутые края. Также вертикально расположенные квадромодули камеры и практически безрамочные дисплеи с аккуратным вырезом в левом верхнем углу в виде точки для фронтальной камеры. На мой взгляд, достаточно премиальный внешний вид, да и отверстие очень гармонично вписано. По крайней мере, мы к этому уже привыкли стараниями Samsung. Оба устройства получили Super AMOLED-экраны производства Samsung с максимальной яркостью в 1120 нит и разрешением 2340 на 1080 пикселей и диагональю в 6,67 дюймов. В самый раз, я бы сказал, габариты удовлетворят любого пользователя, так как они довольно сбалансированы. Как и предвещалось, экраны будут поддерживать частоту обновления в 90 Гц, технологию HDR10+, а также частоту считывания сенсорной панели в 180 Гц. Одним словом, прекрасно. Ну, а не одним, то, как всегда, китайцы выдают нам полный фарш за деньги, на который у конкурентов продаются среднички. Как многие любят говорить, Xiaomi топ за свои деньги и, пожалуй, в этом году все остается по-прежнему. Сердцами новинок стали топовые процессоры Snapdragon 865, которые вдобавок к своей бешеной производительности будут поставляться в эти флагманы с 5G, модемом связи, навороченной системой охлаждения и 8 или 12 гигабайтами ОЗУ нового типа LPDDR5. Напомню, что такая же стоит в новых флагманах от Samsung. Кажется, что Xiaomi вообще не хочет идти на компромиссы и по всем компонентам берет самые топовые решения. Но одним железом сердца людей не покоришь. Это уже все в прошлом. Это раньше компания Xiaomi брала своей начинкой, а во всем остальном подчистую проигрывала своим конкурентам в лице больших компаний. Но 13 февраля мир увидел восхождение на пьедестал новой камеры со множеством фотовозможностей. Да, тренд мобильных технологий сегодня держит нос на камеры. Поэтому главным козырем новой в линейке Mi 10 стала его убийственная камера. Просто вдумайтесь в эти характеристики, которые я озвучу дальше. Держите их у себя в голове и когда я озвучу вам цену, вы в комментах напишите, закон это вообще или нет делать такие устройства за такие деньги. Итак, пошли сертификации. В Mi 10 установлено 4 сенсора, 108-мегапиксельный датчик с оптической стабилизацией, 2-мегапиксельный датчик глубины, 2-мегапиксельная макролинза с фокусным расстоянием от 2 до 10 сантиметров и сверхширокоугольный объектив на 13 мегапикселей с углом аквата 123 градуса. Mi 10 Pro от Mi 10 отличается 20-мегапиксельным широкоугольным датчиком и наличием двух телефотосенсоров на 12,8 мегапикселей. Оба девайса поддерживают 5-кратный оптический зум, а также съемку видео, внимание, в 8К. Что и неудивительно, ведь сенсоры для Xiaomi делает именно Samsung. Они нам недавно показали эту самую съемку в 8К в своих новых смартфонах. И сразу же с места в карьер, новый флагман Xiaomi занял лидирующие позиции в рейтинге камер TXO Mark, набрав астрономические для этой компании 124 балла, обогнав Huawei Mate 30 Pro 5G. В плюсы камеры записали хорошую детализацию, точную и стабильную экспозицию и баланс белого, а также эффективную стабилизацию и быстрый точный автофокус при съемке видео. А к минусам отнесли иногда слегка тусклые цвета, периодические ошибки фокусировки на лицах, артефакты при съемке в режиме HDR и при недостаточной освещенности. Но даже несмотря на это, в рейтинге смартфон занял первое место, хотя бы на время, до выхода из 20 Ultra в продажу, конечно же. Ну и не стоит забывать про то, что питает все это добро, про аккумуляторы в этих устройствах. А они у нас чуть разнятся от устройства к устройству. В начальной модели, которая у нас именуется Mi 10 без приставочки Pro, мы увидим аккумулятор на 4780 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт, беспроводной зарядкой на 30 Вт и реверсивной на 10 Вт. Старшая версия получит слегка уменьшенный аккумулятор на 4500 мАч, но зато 50-ваттную проводную зарядку и тут уж решать вам, кому что надо, хотя я думаю, разница ничтожна. Ах, ну и под конец я естественно скажу, что эта новая серия смартфонов получит поддержку Wi-Fi 6 со скоростью до 9,6 Гбит в секунду, Hi-Res Audio, Bluetooth 5.1, NFC-модуль для бесконтактных платежей, подэкранный сканер нового поколения и OS Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 11. Полный фарш, все супер. Но что по ценам? Продажи новинок уже начались в Китае со следующими ценами. Xiaomi Mi 10 в комплектации 8128 Гб за 572 доллара, Xiaomi Mi 10 Pro 8256 за 716 долларов, есть комплектация с 12 Гб оперативной памяти, она чуть-чуть дороже цены на ваших экранах. А вот глобальный анонс ждать пока что не стоит. Вообще напомню, что мы должны были его увидеть 23 февраля, но компания из-за проблемы, о которой вам всем известно, Xiaomi решила не подвергать журналистов и своих работников опасности и опубликовали такое официальное заявление в Твиттер. Глобальный анонс новинок все еще будет, но когда именно, компания пока не сообщает. Ну и напоследок хотелось бы сказать о нескольких аксессуарах, которые компания Xiaomi представила в дополнение к своему новоиспеченному флагману. В числе аксессуаров Bluetooth колонка за 36 долларов, которую можно использовать как для прослушивания музыки, так и в качестве достаточно мощного 30-ваттного беспроводного зарядного устройства для Xiaomi Mi 10. Аксессуар, позволяющий сделать из смартфона подобие игровой приставки посредством подключения физических контроллеров за 43 доллара и специальный кулер, с помощью которого можно снизить температуру Xiaomi Mi 10 дополнительно на 10 градусов. Прикольно, что уж сказать любителям всего от Xiaomi, закатит уж точно. Народ, оставляйте комментарии под видео, пишите, хотели бы вы купить себе этот китайский алмаз. И как вы думаете, будет ли он конкурентно способен новому S20 Ultra, который несомненно дороже, но по начинке у них много схожего. Все это вы можете написать внизу, делитесь мыслями и как всегда, мы с вами увидимся уже очень скоро в следующем видео. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok